Всем привет-привет! Я на том же месте, как богиня, у меня вокруг опять все такое, да? Не видно даже стенки, ни жалюзи, ничего. Кошка тоже на своем месте, велик стоит после дня рождения ребенка. То есть стабильность, признак мастерства, все в порядке. Почему я всегда так? У меня здесь стоит стол. Это стол на самом деле обеденный. Мне очень удобно. Ну, во-первых, светло, да? Комната большая, светлая более-менее. Кстати, про светло. У нас здесь, вообще, я так поняла, в этой эре, не только вот конкретно в нашем городе, а вообще в этой местности, если это многоэтажное строительство, вот как наше здание, здесь нет потолочного освещения, вот вообще. То есть освещение только боковое, да? Только боковые лампы. У нас вот на потолке есть только вот здесь. Одна люстра, она с вентилятором. И все, больше нигде в комнатах нет освещения вот такого потолочного. Только лампы, боковые какие-то там стоят на, да, высокие или настольные лампы. Только такое. С чем связано? Потому что нас постоянно потряхивает. То есть я так понимаю, что потряхивает по чуть-чуть практически всегда. И вот в целях безопасности, вот в случае, да, тех землетрясений, вот так, многоэтажное строительство, нет потолочного освещения. Интересно. Ну так мне это странно, конечно, до сих пор мне это странно. А я как-то так, ну, привыкла уже более-менее, но все равно для меня это так удивительно, странно. Ну вот, нет так нет. А трясет здесь регулярно. Ну понятно, что если бы люстры висели, они бы там ходуном ходили, да, шатались и там еще больше народ смущали. А так вот эти, то, что вот эти легкие-легкие какие-то толчки, они так в жизни незаметны, редко, редко, когда там можно почувствовать. Ну они практически всегда есть. Это так и отвлеклась. О чем я хочу поговорить? Хочу ответить там на несколько вопросов, на которые невозможно ответить в комментариях в двух словах. Например, как моего ребенка зовут, вот я выложила день рождения, да, когда его поздравляли. Непонятно, как они его называют. Его сейчас зовут Иван. То есть он как по документам Иван, так его и зовут Иваном. Другой вопрос, что им почему-то сложно говорить Иван, и, ну, стараются все. И дети, и взрослые, все стараются говорить Иван. Они прям стараются, прям там, Иван, вот так как-то. Проще Иван. У кого-то вырывается Иван, если быстро что-то, это Иван. А вообще стараются говорить правильно, произносить имя Иван. Когда он только пришел, ну было же написано Иван, да, и все читали Айван. И он первое время был Айван. И вот он за какое-то время, недели, наверное, за две, он переучил всех. Он всем объяснил, что он, ну, не очень Айван, что он Иван. А здесь с именами, знаете, так интересно. Здесь нет такого, что, ну, не, будешь Айван. Он, как вот, да, там, если он там какой-нибудь, я не знаю, Сигизмунт, а, ладно, будешь Сашей. Здесь такого нет, здесь такое уважение к имени. Вот если человека назвали вот этим именем, то он с этим именем и идет. Допустим, у нас девочка в классе Зюлекса. Не очень легко произнести, но если она Зюлекса, то она Зюлекса. И все зовут по имени. Ну, да, иногда сложно произнести какие-то имена, но это ее имя, и никто там ей клички приписывать не будет. Поэтому, ну, здесь так уважительно относятся к именам бережно, и неважно, какое у тебя имя, будут называть по имени. Поэтому он в школе Иван. Ну, иногда проскакивает вот Иван. А так он Иван. Ну, ему, наверное, не наверное, а точно ему уже поднадоело, потому что ему, конечно, хочется быть Ваней. Ну, переучивать на Ваню, они вообще языки тут все сломают. У них Иван, вот это, знаете, вы бы слышали. Жалко даже всех становится. А Ваня, вот это, это будет еще хуже. Ну, запомнили, и слава Богу, в следующем году будем пробовать поменять на Ваню. А вообще, по документам Иван, все, Иван. Это такой вопрос. Следующий вопрос у меня был про блины. Пекла мужу блины миллиард раз, ест с удовольствием. Даже последний раз, они тут с ребенком своим что не делали, они в блины заворачивали мороженое. Вот, извращались уже до такой степени. Брали мороженое, так, да, ложили, потом сворачивали этим трубочкой и ели блины с мороженым. Я, не спрашивайте, я не пробовала, что это такое, едят, ну и хай. Пусть едят, как бы, ну, я нет. Ну, так они веселились. Следующий вопрос. Следующий вопрос какой был? В каком городе? Название города. Где мы живем? Мы живем в Редвуд-Сити. Редвуд-Сити – это мы живем... То есть, если с моего балкона, я сейчас покажу, если поехать вот в ту сторону, через полчаса Сан-Франциско, полчаса езды Сан-Франциско. Если поехать в другую сторону, через полчаса, полчаса езды до Окс... До чего? Я забыла до чего. Вспомнила. Окланд. Причем, я думала, что... А, и еще там полчаса, это у нас будет Сан-Гозе город. Причем, я думала, что Окланд, Сан-Гозе – это, ну, городишки такие же, ну, не такие большие, вот типа нашего, да? Ну, городок и городок. Нет, я думала, что вот Сан-Франциско – это вот такой большой город, да, миллионник. А мы тут вокруг такие спутники, знаете, такие небольшие городочки. Не, а, оказывается, Окланд, и вот я еще удивлялась, думаю, надо же, городишки там небольшие такие здесь, да, аэропорт международный, потому что мы прилетели в Окланд, когда, да, я сюда приехала. Оказывается, это город-миллионник. Сан-Гозе, который у нас тоже, да, только полчаса от нас, это тоже миллионник, оказывается, город-миллионник. Вот представляете, вот на такой маленькой территории сколько людей проживает, огромное количество. У нас тут в округе вот эти города-миллионники, вообще удивительно. Редвуд-Сити называется наш город, у нас здесь рядом, что Асертон, потом после Асертона, что Пала-Алта, по-моему, Пала-Алта. В Пала-Алта там работает, я не знаю, живет ли блогер известный Михаил Портнов и его школа, для школы тестировщиков. Вот, так что, ну, так, у нас территориальный сосед у меня такой известный, знаменитый. Пойду ли я к нему в школу? Знаете, я думала об этом, когда я была в Россию, в Россию, в России. И вот я приехала, конечно, он даст профессию, научит, если, я знаю, что я разберусь, знаете, как бы все можно осилить, дорогу осилит идущий. Ну, я сейчас вообще не хочу, я вот наслаждаюсь жизнью, я, знаете, так расслаблена, что вот вообще не сейчас, может быть, позже. Следующий, какой вопрос был? Как отнеслись, моя семья отнеслась к тому, что вот я уехала далеко, да, как я скучаю, как они, как они, я не знаю. Это нужно спрашивать у них. Я буду говорить о себе. В моей жизни, в моем общении с моей семьей практически ничего не изменилось. То есть интернет, слава богу, есть и здесь, и там. И в любое время мы можем связаться друг с другом. В этом нет вообще никакой сложности. И в Питере я жила, да, мы с сестрой жили же в одном городе, ну, буквально 10 минут езды друг от друга, да, на машине. Там, я не знаю, две остановки метро. Мы не виделись часто, потому что у каждого своя жизнь. У нее своя жизнь, у меня своя жизнь была, свои заботы, дела вот как-то, ну, встречались, да, иногда. Ну, не так, чтобы, знаете, каждый день, через день, нет. И, ну, каждый день мы были там на скайпе, на вайбере. Сейчас здесь все ровно то же самое. В любой момент, если там что-то, можно позвонить. Единственное, что, часовая разница. Все. А так ничего не изменится. Точно так же мама, да, может мне из Краснодара позвонить. Ну, как позвонить, да, там, по скайпу. Это вообще, ну, не проблема, не вопрос. Поэтому как-то я пока не ощущаю, что между нами вот такое огромное. И потом, я же не живу с родителями, с семьей с 17 лет. Это почти 25 лет, да, поэтому для меня не было того, что, как вот я оторвалась от семьи, и вдруг вот, нет, я уже давным-давно самостоятельная единица, и поэтому у меня вот такого какого-то смущения там по этому поводу вообще нет. Как восприняла... А, как мои родственники восприняли вообще, что я выхожу замуж за иностранца? Ну, первая реакция. Конечно, никто не верил в эту затею. Никто. Никто. Даже те, кто подталкивал, ну, ну, это было, знаете, как вот, ну, вот так, просто так. И, ну, появились вопросы. Ну, первый вопрос был вообще, как бы, «А он вообще нормальный? Если он нормальный, почему он там себе бабу не найдет?» Понимаете? Конечно, удивило. Ну, когда они с ним познакомились, все вопросы отпали с нами с собой. Он оказался нормальный, на удивление. И он объяснил тоже логично, тоже спрашивали у него, да. Ну, и как-то, ну, просто, ну, вот мой муж, он нормальный человек. Он нормальный человек. Он не был там, знаете, там никто не чувствовал себя там дискомфортно при общении с ним, что вот он вот такой. Нет. Он абсолютно, он сидел, лопал это оливье наше, я не знаю, там все это. Обычно, как бы, влился так в семью, такого сильного, знаете, разницы нет. Ну, по-русски не говорит, ну, это единственное. Ну, зато все остальные стали тренировать английский. Тоже классно. Как отнеслась его семья к тому, что он, ну, собирался жениться на русской. В это тоже никто не верил. Думали, а, гуляет. Так, развлекается. А потом, когда вот все уже стало очевидно, да, я не могу говорить за них. Я могу только предполагать, да, предполагаю, я не знаю. Но мне кажется, конечно, они стали меня тихо ненавидеть. Потому что это же была такая, знаете, как, такая корова нужна самому. Тут часть бюджета, то, что он тратил на других членов, да, семьи, она урезалась, потому что с появлением новой семьи, жены, я еще с ребенком, да, и поэтому, как бы, кормушка чуть-чуть стала прикрываться, поэтому я думаю, что, конечно, мне так улыбаются, но есть у меня подозрение, что внутри не так сильно рады. Следующий вопрос. Про тортики. Тортики такие вот нормальные, которые мне, ну, пришлись по вкусу, нормальные тортики мы покупали в Каско. Специально, вот я говорю, для одной девочки. Один тортик шоколадный, вот сейчас я поставлю его в фотографию. И второй торт с белым кремом, тоже сейчас поставлю фотографию. Фотографии я нашла себе в телефоне. Когда я только приехала, я фотографировала все подряд. Я отсылала своим родственникам, чтобы показать, что здесь тоже можно жить. Потому что, по сути, по большому счету, я же не знала, что здесь есть, да, и я показывала, что здесь тоже можно жить. Как бы, я показывала, я фотографировала вообще все, что видела. Ну, сейчас уже у меня с этим закончилось. А первое время, я не знаю, недели две или три, я фотографировала просто все, что видела. Причем вот я не снимала видео. Почему-то фотографировала. Ну, это возрастной, наверное. В общем, вот так. Поэтому, у кого есть какие-то вопросы, задавайте, я буду на них отвечать. На этом все. Пока-пока. Увидимся в следующих видео. Будьте счастливы.